С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Здравствуйте! Сегодня в нашем выпуске. Педагог спортивной школы труд и тренер центра лабиринт Инна Хабарова попала в автомобильную аварию в Москве, получив серьезные травмы позвоночника. Требуется помощь неравнодушных земляков. И вновь статистики заболевших новой коронавирусной инфекцией на территории Ненецкого округа работники нефтегазодобывающей отрасли. Завершился очередной этап кадастровой оценки объектов капитального строительства, а также земельных участков в населенных пунктах. Предварительные результаты кадастровой стоимости всех объектов можно уточнить на официальном сайте центра кадастровой оценки. Спасатели провели поисковую операцию в лесу накануне. Двух потерявшихся женщин нашли. В сезон тихой охоты необходимо позаботиться о собственной безопасности. И в начале выпуска информацию об эпидемиологической обстановке. На территории региона за последние сутки подтверждено 4 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Все заболевшие работники предприятий нефтегазодобывающей отрасли. За все время пандемии в Ненецком округе зарегистрировано 303 случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки выздоровел один человек. Это вахтовик на Южно-Шапкинском нефтяном месторождении. Всего за время пандемии выздоровели 259 человек. В настоящее время проходит амбулаторное лечение 36 пациентов, в том числе 3 жителя Нарьенмара. На самоизоляции находится 575 человек. Педагог спортивной школы труд и тренер центра «Лабиринт» Инна Хабарова попала в автомобильную аварию в Москве, получив серьезные травмы позвоночника. Сейчас ей провели сложную операцию в государственной больнице. После операции Инне нужна реабилитация и восстановление. Для дальнейшего лечения ее нужно транспортировать в центр реабилитации в Москве. Помощь требуется незамедлительно. Реквизиты для перечисления денежных средств вы видите на своих экранах. При перечислении денежных средств в филиал Центральный ПАО Банка «Открытие» необходимо указать причину пожертвования на реабилитацию Хабаровой Инны. Перевод лучше осуществлять на счет получателя во избежание блокирования карты. Получатель платежа – Хабаров Дмитрий Александрович. Пляж в районе Голубых озер официально закрыт для отдыхающих, сообщает пресс-служба Заполярного района. Пляж у Голубых озер в этом сезоне был единственным местом для купания в Ненинском округе, которое соответствовало всем установленным нормам. На обустройство и содержание купальных зон средства были выделены администрацией Заполярного района. Напомним, в результате торгов подрядчиком по содержанию пляжа, как и в прошлом году, стал индивидуальный предприниматель. По итогам электронного аукциона стоимость контракта составила 695 тысяч рублей. Подрядчиком была выполнена уборка зоны отдыха, завезено более 80 кубометров песка, 25-метровая территория для плавания была огорожена буями и тросами. На пляже были установлены кабинки для переодевания, душ, биотуалет, 10 шезлонгов, скамейки и урны. Впервые были организованы развлечения для детей, горка и качели, а также волейбольная площадка. В стоимость контракта включили приобретение соответствующего оборудования. Кроме мер по обеспечению комфорта были созданы и условия безопасного купания в озере. На пляже дежурили спасатели, в их распоряжении была моторная лодка, спасательные круги и жилеты. Соблюдение всех требований к обустройству пляжа проконтролировали сотрудники ГИМС МЧС России по Ненинскому округу. Администрацией Заполярного района была организована проверка проб воды из озера на соответствие нормам Санпина. Место отдыха в этом году пользовалось популярностью. После закрытия пляжа подрядчикам была произведена уборка территории и демонтаж установленного инвентаря. В арктической зоне Российской Федерации продолжается экологический проект по тестовому учету белых медведей и морских млекопитающих. Общая протяженность маршрута более 10 тысяч километров, и это не предел. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с научной экспедицией. Белокрылый корабль отправляется каждый день в небесную гавань, преследуя высокую цель – оценить экологическую ситуацию. Научная экспедиция собирает подробную информацию о соседствующих с белыми медведями морских млекопитающих и их взаимодействии. Необходимо также провести их полный учет в акваториях и прибрежных зонах морей Российской Арктики. Помогать ученым будут опытные пилоты и представитель российской малой авиации – самолет-амфибия Ла-8. Пока это пилотный проект. Далее он покажет эффективность таких работ, уверены сотрудники. Мы очень надеемся и хотим показать этой экспедиции, что это не разовое мероприятие, что это будет, например, первая ежегодная экспедиция, которая сейчас проходит. Мы хотим показать эффективность применения именно этого класса воздушных судов для исследований. Мы также нашей работой хотим показать эффективность развития малой авиации, как по России, особенно в условиях Крайнего Севера, чтобы не только дорогостоящими вертолетами или же другими способами передвижения можно исследовать достаточно обширные территории Российской Арктики. Труднодоступная самая главная штука. Воздушная лаборатория оснащена всем необходимым. Работают два наблюдателя с левого и с правого борта через специальные блистеры. Это такие выпуклые эллиминаторы, которые позволяют увеличить обзор. Наблюдатели отслеживают движущиеся объекты, фиксируют их с помощью фотоаппарата и специальной программы. Клинометром измеряют угол и вычисляют координаты. Третий специалист заносит информацию в компьютер. Белый медведь – самый крупный наземний хищник планеты. Он обитает в арктических ледяных просторах. Однако с каждым годом ему все труднее выживать на привычной территории обитания из-за множества факторов. Чтобы помочь сохранить жизнь хозяину Арктики, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Росприроднадзор, Международный экологический фонд «Чистые моря» и автономная некоммерческая организация «Центр арктических инициативы» подписали трехсторонние соглашения о проведении тестовых авиаучетов в арктической зоне Российской Федерации. Преимущественно это учет морских млекопитающих. К ним относятся, в первую очередь, белухи, которые в этих районах уже исследовались. Но для большей полноты картины необходим полноценный мониторинг. То есть мониторинг – это значит, что нужно проводить исследования регулярно. Также интересно распределение тюленей, как кормовая база белых медведей, ну и, соответственно, самих белых медведей, которые являются верхним звеном трофической цепи и представляют наибольший интерес и в ряде случаев выступают как индикатор изменения климата и влияния изменения климата на арктическую экосистему. По окончании всех авиаучетов полученные данные будут тщательно обрабатываться и анализироваться. Итоги, с научной точки зрения, подводить рано, так как экспедиция еще не завершена. Предварительно мы можем только сказать о том, чем у нас заканчивался каждый маршрут. И в целом результаты экспедиции показывают высокую эффективность работы вот этой летающей амфибии ЛА-8. Даже можно ее назвать лабораторией, потому что это не просто самолет, это действительно лаборатория. Необходимость исследований очень проста – изучить экологические проблемы и постараться их избежать. Задача науки – это именно отследить, поймать, чтобы это были своевременные оценки изменений и дать рекомендации, к чему это может привести. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал «Север», поселок Амдорма. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому все школы, готовые организовать горячее питание для учащихся начальных классов, смогут получить субсидию от государства уже в этом новом учебном году. Образовательные организации Ненецкого округа вошли в их число. До начала учебного года регион получит федеральную субсидию в размере 12 миллионов рублей. Эти средства будут реализованы в течение 2020 года. В Ненецком округе в предыдущие учебные годы бесплатное горячее питание получали лишь школьники отдельных льготных категорий. Теперь с 1 сентября горячие обеды будут получать все ученики начальной школы с 1 по 4 классы. Ранее предполагалось, что полный переход на предоставление бесплатного питания школы должны выполнить поэтапно, начиная с 1 сентября 2020 года до 1 сентября 2023 года. Но власти региона приняли решение, что с 1 сентября этого года таким питанием будут обеспечены все учащиеся первых четвертых классов в полном объеме. Как сообщили в профильном ведомстве, исходя из стоимости детодня, которое установлено на территории субъекта, потребность средств на эти цели с сентября по декабрь 2020 года составляет более 32 миллионов рублей. Дополнительные средства будут привлечены из окружного бюджета. Напомним, право учеников начальной школы на бесплатное питание закреплено на законодательном уровне. Соответствующие поправки в окружной закон об образовании в Ненецком автономном округе были приняты в марте текущего года. Обеспечить школьников начальных классов таким питанием поручил президент России Владимир Путин. Расходы на эти цели будут софинансироваться из федерального и регионального бюджетов. Завершился очередной этап кадастровой оценки объектов капитального строительства, а также земельных участков в населенных пунктах. Предварительные результаты кадастровой стоимости всех объектов можно уточнить на официальном сайте Центра кадастровой оценки Ненецкого округа. Переоценка объектов капитального строительства, а также земельных участков происходит раз в 3-5 лет. Сейчас проходит этап знакомства заинтересованных лиц с результатами оценки. В случае, если владельцы недвижимости или земли не согласны с ней, то в срок до 1 сентября 2020 года они могут подать замечания непосредственно в Центр кадастровой оценки, направив документы на электронный адрес или через МФЦ. Затем мы сформируем окончательный отчет. Его утвердит управление имущественных и земельных отношений. И с 1 января 2021 года эта кадастровая оценка вступит в силу. И именно с этой кадастровой оценки будут браться налоги. Имущественный налог, земельный налог, ну и также арендная плата на земельные участки. Специалисты сообщают, что в случае увеличения кадастровой стоимости увеличится и сумма налога. Но в соответствии с налоговым кодексом она не может превышать сумму прошлого налога более чем на 10%. Предыдущая оценка была довольно давно, больше пяти лет назад. И, к сожалению, особенно по ОКСам, по объектам капитального строительства, мы видим, что она была очень плохо сделана. Раньше это делали не государственные учреждения, а тот, кто выиграл конкурс. И некачественно, к сожалению, подходили оценщики к этой работе. То есть оценщики не приезжали сюда, не видели, не знали, как это. Сейчас мы произвели расчеты, мы собирали рынок недвижимости, анализировали, строили модели. И, соответственно, уже оценили в соответствии с этими моделями. Напомним, ознакомиться с результатами переоценки можно на сайте Центра кадастровой оценки Ненецкого округа. Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Нарьинмаре состоялся мастер-класс по развитию сувенирной продукции. Мероприятие организовано Центром развития бизнеса Ненецкого округа в рамках реализации национального проекта по поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы. Участниками мастер-класса стали как предприниматели со стажем, так и новички. Мастер-класс включает теорию и практику. Его участники научились готовить правильное техническое задание и собирать референсы для фотографа, проверять и оценивать качество работы фотосъемки, а также ознакомились с лучшими мировыми практиками предметной фотографии. На практике участники получили основы создания портфолио и позиционирования своей продукции в интернете. Спикером мастер-класса развития сувенирной продукции стал профессиональный коммерческий фотограф и преподаватель с многолетним стажем Кирилл Михерев, который специализируется в рекламной, фэшн, бьюти, предметной, портретной и модельной съемке. Подробный репортаж с мероприятия смотрите завтра на нашем канале. В Ненецком округе создаются условия для развития фермерских хозяйств в населенных пунктах региона. Конкурс регионального департамента природных ресурсов экология ПК «Агростартап» проводится не первый год. Победителем в этом году стал житель села Нейс, который решил зарегистрировать крестьянское фермерское хозяйство. На конкурс «Агростартап» заявилось шесть человек, два из которых прошли во второй этап. Первый победитель – начинающий фермер из Неси, но уже со своим хозяйством из восьми голов крупного рогатого скота. Взял три миллиона рублей на приобретение, доставку и монтаж модульного цеха переработки молока. В нем планируется производить сметану и творог для реализации жителям села. Для того, чтобы он получил средства. Первое. По условиям конкурса он должен зарегистрировать как крестьянское фермерское хозяйство. На это ему дается 30 дней. После этого мы переводим ему средства. И по условиям конкурса он должен принять не менее двух работников к себе для работы. То есть те люди, которые будут воплощать его идею в жизнь. Кроме того, каждый квартал, они должны перед нами отчитываться о том, как они используют народные денежки. Еще одним обязательным условием для победителя конкурса является наличие собственных или заемных средств в размере не менее 10% от запрашиваемого гранта. Вести деятельность фермер должен не менее пяти лет со дня получения поддержки. Также на помощь предпринимателям приходит Центр развития бизнеса. Мы вообще подходим к сопровождению предпринимателей, подходим к комплексу. То есть мы стараемся быть таким, ну работаем по принципу одного окна. То есть предприниматель обращается в Центр развития бизнеса, обозначает свои какие-то проблемы, а мы уже стараемся их решать, помогать ему содействовать. Для того, чтобы у предпринимателя было время заниматься основным своим видом деятельности, основой деятельности своей, а различные вопросы, ну там решение каких-то сторонних вопросов мы берем на себя. В прошлом году победителей было трое. Сумму поддержки в 3 миллиона рублей также получил начинающий фермер из Неси. Еще два фермера из Коткина и Антика получили по 2 миллиона 400 тысяч рублей на создание животноводческих КФХ. Второе место у нас выиграл Басманов, но у него крестьянско-фермерское хозяйство, связанное с оленеводством. Это в Харуте. Он заявлялся больше, но по условиям конкурса, так сказать, ему попадают те средства, которые остались. Это 800 тысяч. То есть его право или их взять и на 800 тысяч реализовывать свой проект, или отказаться. Тогда мы снова организуем конкурс для того, чтобы вот эти 800 тысяч разыграть среди тех, кто нам представит свой бизнес-план, для того, чтобы в направлении сельского хозяйства мы немножко продвигались вперед. Добавлю, конкурс грантовой поддержки начинающим фермерам проводится уже второй год. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Вчера в окрестностях Наринмара в лесу заблудились две женщины. Прибывшая по вызову на место происшествия дежурная смена спасателей, разыскала потерявшихся, вывела из леса и сопроводила до автомобиля. Сбор грибов, ягод и других дикоросов – излюбленное дело многих местных жителей. И, конечно, не следует забывать о соблюдении определенных правил, чтобы не потеряться в лесу. Повестите своих близких, скажите, что вот мы такого-то числа, на столько-то времени идем в лес за грибами. И конкретное место – за первую автомарку, за вторую автомарку или за остальные лоевозки. Также необходимо надеть яркую одежду, зарядить мобильные телефоны, взять с собой спички, ножи и небольшой запас провианта. Если выезжаете с семьей, следите за пожилыми родителями и детьми, чтобы они всегда находились в поле вашего зрения. Есть кинологический расчет, который тоже участвует в поиске людей. У нас есть собака-обчарка, специальный кинолог, который обучен. И у нас в 2018 году была найдена бабушка с помощью кинологического расчета. Но за прошлые годы были, но с каждым временем оно все меньше и меньше. За прошлый год именно по характеру грибников это было у нас 5 или 4 выезда. Но только в нашем подразделении. У нас же еще есть окружные спасатели. Если вы все же потерялись, главное не паниковать. По возможности позвонить по номеру 112 Единой службы спасения, чтобы поисково-спасательная служба начала оперативную работу. 20 августа в Ненинском округе стартует акция Минздрава России «Тест на ВИЧ. Экспедиция 2020». В этом году она проходит с июня по ноябрь в 45 субъектах страны. Ненинский округ станет участником третьей всероссийской акции Минздрава России по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию. Она пройдет в регионе с 20 по 22 августа. В ходе акции приглашенные специалисты проведут лекцию для окружных врачей первичного звена – терапевтов, педиатров, инфекционистов и эпидемиологов. Окружные медики получат актуальные современные сведения для совершенствования системы подготовки специалистов первичного звена здравоохранения по вопросам профилактики и более раннего выявления ВИЧ-инфекции, по эпидемиологии, клиническим проявлениям ВИЧ-спида у взрослых и детей, методам диагностики и лечения, предотвращению стигмы и дискриминации, мотивированию пациентов к обследованию на ВИЧ-инфекцию. Как сообщают организаторы акции, завершающим этапом акции станет работа с населением в Нарьинмайе, поселках Искатели и Красное. Специалисты проведут дотестовое и послетестовое консультирование граждан по вопросам ВИЧ, а также бесплатное анонимное тестирование на наличие инфекции. Мероприятия акции пройдут с соблюдением всех мер профилактики распространения COVID-19. Консультанты будут использовать средства индивидуальной защиты, а также проводить дезинфекцию всех поверхностей мобильных пунктов тестирования после каждого теста. 2020 год является итоговым в реализации государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу.